Я ободрился. В первую очередь хотел бы сказать за ваши молитвы огромное спасибо. Вы знаете, в тот момент, когда ты находишься в каких-то обстоятельствах, очень приятно, когда ты знаешь, что за тебя кто-то молится. И не важно, помог ты там финансово или просто поддержал, позвонил. То есть, вы знаете, как бы ты в церкви. Нет более важного служения или менее важного служения. Каждое служение, но важно для Бога. Даже когда ты пол молишь здесь. Только не так надо молить Бог. Это я один святой праведник мой, а они все грешники не молят. Нет, надо мыть во славу Божьей, чтобы прославлялся Господь. Понимаете? Вот тогда слава Господу вся Богу. Вы знаете, когда в Евангелии Иисус встретил человека слепого от рождения, он сделал брение и помазал ему глаза, да? И вот он ему сказал, пойди умойся. Он пошел умылся, и сразу он ему говорит, что ты видишь? Он говорит, вижу людей, как бы деревья, да? Вот вы знаете, 2000 лет прошло, ничего не поменялось. Сегодня точно так. Пришли люди в церковь. Что ты видишь? Вижу сестру в штанах, пришла без красынки. Вижу в декольте, а вижу брат от того грешника пришел. Слушай, что ты должен увидеть? Христа ты должен увидеть! Вот так и тогда было. Понимаете? Христос рядом стоит, а Он деревья людей видит. Всех видим вокруг, только не Христа. Поэтому надеюсь, что сегодня мы увидим Христа. Для этого мы сюда и пришли. Аминь? Аминь. Давайте, знаете, о чем поговорим? Хотелось бы поговорить о том, что… Вы знаете, каких мы видим людей, так мы к ним и относимся. Вот что мы видим в людях, вот такой у нас и настрой. Вот видим негатив, будем по негативному относиться. Видим позитив, будем по позитивному. Вы знаете, 1 Петра 2, 11-12. Просто вы знаете, много чего хотелось бы рассказать, но мало времени. К сожалению, да. И поэтому буду быстро, в сжатом формате. 1 Петра 2, 11. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотких похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Вы знаете, я уже когда-то говорил, и еще раз повторяю, что когда-то провели исследование и спросили у людей, вообще на улице встречали людей и спрашивали, кто такие верующие люди. Многие говорили, это те, которые не пьют, не курят, ходят в церковь, молятся. Но ни один не сказал, что это добрые люди. Понимаете? То есть ни один не сказал, что это добрые люди, которые делают добрые дела, которые действительно относятся хорошо к людям. И вы знаете, вот бывает так же, когда ты там просыпаешься, но у тебя радостное настроение, ты рад, что ты живешь, что ты сегодня проснулся. Ты не живешь в прошлом. Потому что живешь в прошлом, ну пусть она тебя тянет куда-то. Ты вспоминаешь, у тебя весь негатив. А если еще у тебя прошлое такое, что и вспоминать не хочется, то в будущем его еще нет. Думаешь о том, думаешь, слушай, ну вообще, вот сегодня Бог дал ей, слава Богу. И ты такой выходишь, идешь, думаешь, сейчас буду благословлять, наполнять своих людей. А иногда бывает по-другому. Выходит, идет, там идет сосед. Ты куда сосед идет? В магазин. Да вот ты идешь. Благословил. Посеял добро такой. С самого утра добро посеял. Я же знаю, куда он идет. Я знаю путь себе. Ему путь уже уготовил. Отправил его, ярлык повесил. Понимаете? Вы знаете, был слава. Вот он был святошем. Он знал закон. Он вообще, ну знаете, когда он рассказывал о себе, там вот такая планка. Сегодня будут ветераны ходить. Вот у него вот такая планка была. Там металей столько было. То есть глядя на него, ну, никто не скромится с ним. Да? И вот он был святошем. Но когда он встретил настоящую святость, сразу и святошем превратился в святого. Все поменялось. Понимаете? Вот сегодня точно так же, пока мы не встретимся со Христом, мы можем знать о Боге, но не знать Его лично. Он знал много о Боге, но не знал Иисуса. И когда встретился, все в жизни ему сразу изменилось. Сразу вопрос какой? Что мне поверишь делать? Вот он я. Куда пошел? Да? Вы знаете, вот когда Иисус пришел, кстати, святки, святоши, они распяли Христа. Ведь по сути, люди ничего не сделали для Бога. Согласны? Да. Ну что сделали мы для Бога? Потому что я в церковь хожу. Да ты туда ходишь, потому что я тебя привел туда. Я делаю людям добро. Да ты делаешь лишь потому что я сделал тебя таким. Что ты сделал для меня? Одно. Я знаю, что люди сделали. Вот здесь били на руке. Вот это сделали люди. И потому что Бог допустил. Все равно все от него. Он допускает все. Понимаете? Вы знаете, вот святоши, кстати, вот когда они говорили людям, рассказывали о святости, как надо жить, точно такая же ситуация была. Иисус пришел, да, можно так сказать, да вы не пьете, да вы не курите, да вы рассказываете правильные вещи, правильные вещи обучите нам, рассказываете. Но вы ненавидите людей. Вы не любите братьев своих. Какая разница? О том, о чем вы говорите, никакой разницы нет. Понимаете? И вот когда пришел на свет настоящий святой, когда пришел Иисус, все в их жизни изменилось. Вы знаете, Иисус ни одного жесткого слова в Евангелиях не сказал по отношению к грешникам. Или он уже сказал, ну я же давно не учился, он же что-то подскажет. Напомните. А? Напомните. Да, ну я же просто, ну честно, нет? Или говорил грешникам что-то, нет? А кому он говорил? Звятошин. 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 Он что говорил? Вы классные, но внутри... Гробы окрашены. Гробы окрашены. Да. Ничего не поменялось. Сегодня точно так происходит. Какая разница, как ты выглядишь? Само наношу тебя внутри. Чем ты напомнишь сегодня? Понимаете? Вы знаете, часто вот когда проповедуешь, рассказываешь какие-то вещи, люди сразу говорят, слушай, да ты вот такие интересные слова, классные говоришь. Ну, тебе постоянно идут одни грешники. Я говорю, слава Богу. Пятнадцать один блоки посмотрите, что там написано? И шли к Нему все мы. Значит, мы на Христа похожи. Кто сегодня идет к нам? Вопрос. Опять идти к этим святошим. Сейчас начнут облегчать меня. Не в том ходишь, не так поешь, не читаешь, не молишься. Такого Иисуса никогда не представляешь себе. Вы знаете, когда Закхейн услышал о Христе, что в нем произошло? Он на дерево скоромкался. Молва о Христе такая шла, что ему даже было все равно, что о нем кто говорит. Понимаете? Потому что он не представлял себе такого Бога. Какого Бога представлял народ Израиля? Справедливого, наказывающего, взывающего. Сделал? Получил благословение. Не сделал? Не получил. Но Иисус был не такой. Иисус пришел и показал совсем другого Бога. Он не сказал. Ну что, попал в яву греха и порога, а я тебе говорил? Я тебе говорил, от меня ни на ней никуда, да? Так Иисус сделал? Он пришел, даже его не упрекнул. Не упрекнул ни за что. Он говорит, Закхейн! Я сегодня буду у тебя что? Обедать. Вы знаете, когда мы начали работать с переселенцами. Работать, слово такое еще. Помогать. И вот, думаешь, ну, такая волна, эмоции, все так вот вообще. Так время проходит, смотришь, ты перегораешь. А почему? А потому что, знаете, когда вот точно так в церковь, мы решили всему миру помогать. Да? Ну, мы же христиане, мы же должны вести Евангелие, да? Но мы забыли об одном, что у людей есть недостатки. Это как вот, знаете, чистить туалет. Ты же знаешь, что там воняет, да? Проходит время, слушай, оно же воняет. Слушай, ты что не знал, что он воняет? Ты что не знал, что у людей нет недостатка? Когда люди в церковь приходят. Это же надо их терпеть. Не, месяцы хватит. Все, хорошо, хватит. Вы знаете, у мужа кальнуло лбаку, пошли к врачу. Приходят к врачу. Ну, посидели, и врач говорит, муж, выйдете? Я жене вам скажу, как надо, что дальше делать. Я говорю, ваш муж с медленно болен. Он говорит, а что? И что, нет никакого рецепта? Есть. Но если вы обещаете, что вы будете выполнять все это в течение полугода, все, что хотите, надо заботиться о нем. Утром кофе в постель прогуливать, не напрягать его своими мыслями. В общем, полностью потакать ему во всем. Понял? Да. Вот этот рецепт, тогда твой муж будет жив. Выходит, и вы смотрят. Ну, что он сказал? Ты умрешь. Вот, пойдешь. Умрешь. Это же полгода надо вот этим братьям и сестрам подносить. Ты что? Зачем оно мне надо? Все. Два месяца и хватит. Ребята, центр прошел. До свидания. Павел говорит, три года со слезами на глазах. Три года. Месяц. Тюфик такой. Вот месяц. Я все, не могу больше. А знаете почему? Проблема в том, не ты привел этих людей в церковь. Потому что Бог привел. А мы сейчас так. Это я привел. Это я проповедник. Это я пастор. Бог через... Да ничего через тебя. Через тебя только Бог делает. Когда ты поймешь, что ты ничего не сделал. Апостол Павел говорит, я умер для себя. И не я уже, но живет во мне кто? Христос. И он делает все через нас. Понимаете? Когда мы перестанем вешать себе вот эти ярлыки. Я. Я. Понимаете? Я знаете где находится? В конце. Вот так. Да. И вот на самом деле так оно и происходит. Когда ты с утра до вечера будешь думать об этом человеке. Когда ты будешь вымаливать его. Когда ты... Вот тогда ты можешь ему что-то сказать. Тогда ты можешь ему сказать. Да. Да. Ты знаешь я все сделал. Все что мог я сделал. А когда ты просто за чужой счет кому-то помог. Потому что тебе дал кто-то эти деньги. Потому что ты дал. Слушай. Ты ничего не сделал. Ничего ты не сделал. Вы знаете. Я ездил непродержим с гостем. И ехал назад домой. Ну. Бог благословил транспортом. И меня уже называют таксистом. Братья говорят. Зачем ты? Ты что таксист? Ну говорит ладно. Ну что же делать? Подвожу людей. Там благовестство. Денег не беру. Ну ты больно. Ну ничего. Слава Богу. Я ж не на хребте не сумму. Ну какая. Если б на хребте. Ну не поймешь. Тяжело. А в машине все равно она не моя. А там оно есть. Мы же говорим. Все больше. И кафедры такие. Слышишь проповеди. Боже. Все твое не мое. Ремонт сделал. Для кого ты сделал ремонт? Для Бога. Так что тебя теперь будем собираться на ячейку. Не. Не. Как кафель мы затрете. Обои мои. Не. Не будем собираться. Так для кого ремонт ты делал? Для Господа или для себя? Машину для кого купил? Кого ты в нее посадишь? Кого ты будешь возить? Понимаешь? Боже. Все мое твое. Да? Вот так мы говорим же. Красиво в ромове это. Говорим о любви. Говорим надо любить врагов. Слушайте. Вы братья. Мы братья не любим. Которых видим. Не дай Бог. Кто-то где-то согрешил. Я с ним даже сесть не буду есть с ним. Слушайте. Так тогда Иисус себе противоречит. Иисус что сделал? Сударь? Он ушел с ним. Не буду с ним сидеть. Он грешник. А я святой. Да? Так происходит сегодня. Когда придут враги. Они будут убивать твою жену. Твоих детей. Будешь ты их любить? А мы говорим надо врагов любить. Да ты научишь брата любителя. Сестру. Которого ты видишь. Который с тобой в церковь ходит. Да. Он упал. Да. Он споткнулся. Но Бог силен восстановить. Писание об этом говорит. Кто ты что ты судишь чужого раба? Он перед своим Богом стоит. А что значит перед своим Богом стоит? Я думаю. Ничего себе. Что? Многобожие какое-то? Нет. Просто у каждого из нас что? Свои личные отношения с Богом. Библия это книга отношений. Между Богом и человеком. Понимаете? Если мы здесь не научимся общаться с друг другом. А в вечности что мы будем делать? Вечно общаться. Не пойду я с этим братом. С этой сестрой. Зачем они мне так надо? И вот вы знаете. Момент такой. Когда я ехал в Дима-Дзержинска. Люди стоят голосуют. На дороге. Ну что думаю. Подвезут. Ну что тут такого. Остановился. Женщина какая-то сила. Я говорю. Куда? Она говорит. За город. Ладно. Я еду по трассе за город. Еду минуты три походим. Она говорит. А ты ничего не хочешь? В смысле? Я говорю. Вот тут я и понял. Куда ей? Что делать? Вы иди от меня. Вы иди от меня. Вы иди от меня. Вы иди от меня. Что там все денег? Нет. Я говорю. Хочу. Я хочу сказать, что Иисус любит тебя. Я хочу сказать. Я говорю. Любит даже. В таком состоянии. Понимаете? Я поехал. Вот точно так поступил. Кто? Тот же самаремен. Точно так поступил. Он взял и что? Посадил на своего осла. Он не пожалел кожаный салон. Он не подумал. А что ж вот это она такая. Со своими всякими болячками будет у меня сидеть. Да? Хотя да. Может быть. Но ты знаешь. Когда ей говоришь, что это не я такой хороший. Не мой такой хороший. Это тот, который в нас живет. Он хороший. И речь вообще не обо мне в Библии идет. Обо мне классно. А речь идет о совершенном Боге. Который сделает меня классным. Бог делает нас такими. Понимаете? Сколько бы я не читал. Сколько бы я институтом не запущу. Понимаете? Бог говорит. Мне это не важно. Мне важно что? Чтобы ты любил людей. Если ты пережил и я любовь Божью на себе. То ты будешь этой любовью что? Делиться с другими. Если ты на себе не пережил. Если ты выучил просто свод правил. Закончил институт. У тебя красный диплом. А любви не имеешь. Как ты будешь людям служить? Ты будешь просто говорить им как надо поступать. Не применяя по отношению к себе. Понимаете? И вот вы знаете. Еще есть. Минуты. Вот когда действительно ты переживаешь какие-то минуты в своей жизни. Вот те минуты когда ты понимаешь что все что происходит все делает Бог. Лег в больнице. И получается. Лег в палате где лежал мужчина. А он ну такой матершиник. Ну с утра до вечера материться. Ну невозможно. Вот честно. И вот. Ну натура какая. Что? Надо же его учить. Надо ему правильно рассказать. Ты что? У меня что уши свободные. Ты что тут рассказываешь? А ну заткнись. Я христианин и при мне не надо ругаться. Материться там и все такое. Да? Ну так можно правильно? И вроде бы нормально. Я говорю. Господи. Ну что делать? Интересно. Когда мы вот с кафедры мы проповедуем и учим церковь. Надо молиться. В какие бы вы обстоятельства не попали. Не. Здесь. Ни горшки не бейте на голове. В суды не ходите. Молитесь. Доверяйте Богу. Смотришь на следующий день. У брата ситуация. Ооо. Бежит в милицию. Куда только не бегать. Слушай. Да ты вчера только проповедовал о том что ничего не надо делать. Молиться надо. В практике. Нет. То чему ты говоришь это не значит что ты это практикуешь. Понимаешь? Любовь это практика. Не просто выучить красивые слова которые есть в Библии. Начал молиться. А сразу мне говорит я глухой. Я не слышу. Плохо дочуваю. Ну ладно. А он дуронка так еще матерится. Ей проходит три дня. Ему такое утром. Мы проснулись что то. Он что то говорит. Я говорит а ты что верующий? Я говорю откуда ты узнал? Ну я слышу. Ты по телефону там общаешься. Я говорю слушай так ты же не дочуваешь. То что надо услышать. То что ему надо. Что надо. Надо слышать. А потом говорит знаете что. Ты извини меня пожалуйста что я мотекался. Аллилуйя. Слава Богу. Вот так Бог работает. Вопрос в том доверяю ли я ему. Готов ли я смириться. Понимаете. Потому что конечно и осень. Получил перстень фараона. Но перед тем. Если бы Бог ему сказал. Тебя предадут братья. Посадят в яму. Попадешь в дом Патифара. На тринадцать лет в тюрьму. Да не надо мне такой перстень. Зачем? Мне же сразу перстень хочется. А надо пройти все эти обстоятельства. Зачем такой перстень Бог? Вот проблем не хочется. Хочется такое да христианство. Ну кровое. Легенькое да. Чтоб так вот все хорошо было. Ну. Господь говорит. Вот так будет. Будут проблемы. Будут обстоятельства какие-то в нашей жизни. Поэтому вы знаете. Вот. Ни одна армия. Не добивает своих раненых. Один человек сказал. Христиане добивают конкретно. Серьезно. Упал брат. Иди сюда. Вместо того чтобы рану перевязать. Встал еще и ковыряешь. Ну что. Сейчас я возьму еще писание. Буду тебе читать все места. Он и так уже все. Уже полу дышит. Полу дышит. Полу дышит. Полу дышит. Все. Упил. И такой нахер. Все. Выполнил к чувствам долга. Слава Богу. Аллилуйя. Да. Такой Иисус. Такой Бог. Да. Есть проблемы. Да. Есть трудности. Есть такие люди. Но вопрос. Прежде чем сказать кому-то. Готов ли ты принять Его таким как Он есть. Если да. Говори. Если не готов. Лучше не говори. Потому что в первую очередь ты ненавидишь не то что Он делает. Ты ненавидишь Его. Самого. Иисус не был таким. Он любил людей. Вы знаете. Есть вот. Купюра. 200 гривен. Кому надо. Круто. Молодец. Сестра. А все остальные христиане. Молодец. Христиане. Никому не надо. Посмотрите. Если я так ее пожму. А потом потоплюсь. Смотрите. Она потеряла свою ценность? Нет. Так и ты. В каком бы ты состоянии не был. Куда бы ты ни попал. Ты всегда ценен перед Богом. Запомни. Всегда. Он всегда будет любить тебя. Всегда будет. Ни на шаг меньше. Если ты даже что-то и сделаешь. Он будет любить тебя. Потому что 8.32 что говорит? Тот который сына не пощадил. Если он сына не пощадил. Он что будет любить тебя меньше? Тогда противоречит Слово Божие. Тогда жертва Христа, она незачем. Он любит нас тогда, когда мы были еще грешниками. Теперь надо будет отглаживать. Ну и заключение. Хотел бы сказать вам, дорогие братья и сестры. Вы знаете, давайте действительно вот будем больше проявлять любовь по отношению друг к другу. Ведь в Библии очень много мест, которые действительно говорят о любви. Да вообще сама Библия, она показывает что? Сердце Бога. Это как открытое сердце Бога. Который показывает нам, какое есть во Христе Иисусе. И вы знаете, вот грешному миру нужно добро. И вот как раз моменты тех, когда мы готовы служить всему миру, они показывают, насколько мы сегодня готовы служить ему. Насколько сегодня я готов. Насколько действительно во мне хватает этой любви, этих отношений. Потому что на самом деле в евреях апостол, послание к евреям говорит, оставим веру о возложении рук, о крещении. И там написано о вере в Бога. Веру в Бога даже надо оставить. Я думаю, ну ничего себе. Как это так? А потом в Боге. Кому послание? Евреям написано. Они и так верили в Бога. Апостол Павел. В кого верил? В Бог. Нам Христа надо поздавать. Он говорит, от многого я отказался для того, чтобы познать Христа. Христа. Все послания говорят о познании Христа. О Его любви. Только через Него мы можем научиться любить. Только через Него мы можем научиться жертвовать. Принимать людей такие, какие они есть. Благодаря только Христу. Вы знаете, умер один еврей. А все евреи уже переехали. Пусть простят меня евреев. Переехали за границу. А Еврей умер в Украине. Ну, говорят, они экономные. Вот настолько, что прям. И надо отправить телеграмму, чтобы приехали на похороны. И вот один пошел на почту и пишет. Изя умер. А оттуда приходит ответ. Ой. Вот это жертва. Давайте мы не будем жертвовать. Если пожертвовать, то будем жертвовать, как Христос. Полностью до конца отдавая себя. Вот тогда действительно покажем, что миру добрые дела. А Богу покажем святость. Тогда церковь, что будет здоровая. И люди будут идти к нам, как они шли к Иисусу. Чтобы они не убегали, как от святого. Аминь. Аминь. Пусть Бог на тебя спасает. Спасибо. Спасибо. Спасибо.